Целый Шойгу приехал на фронт и грудью сбил Атакамсы. Украина ответит на энерготеррор России, не глядя. А в Крыму не едут поезда и взрываются военные части. Это программа «20 минут», я Ирина Узлова. Мосфильм представляет. Фурор, сенсация, прорыв. Путин блинами сбил Атакамсы вместе с Шойгу. Министерство призрачных сбитий Российской Федерации поработало на славу. Сбили все. Атакамсы, Хаймарсы, Хармы и кучу самолетов. Средствами противовоздушной обороны сбиты два украинских самолета МиГ-29, а также штурмовик Су-25 и учебно-боевой самолет Л-39. Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Красноармейск ДНР, Казачьи лагерей Херсонской области и Синельниково Днепропетровской области. В течение прошедших суток перехвачены две оперативно-тактические ракеты Атакамс производства США. Зенитная ракета С-200, переделанная для поражения наземных целей, а также две противорадиолокационные ракеты Харм и два реактивных снаряда системы залпового огня Хаймарс производства США. Не дать не взять. Российские агрессоры впервые, как видите, якобы сбили американские тактические баллистические ракеты Атакамс. Конечно, сбили в Телеграме. Ведь надо же было подкрепить угрозу Путина. Мы, конечно, сможем отражать эти атаки, заявил главный по бункерам неделю назад в Пекине. Неделя прошла, и вот результат в посте. Странно, что не сказали, что сам Байден приехал и забрал Атакамс, и признав это ошибкой, и дальше не покурсировал на чай с Путиным и блинами. Ведь именно это зачем-то предлагал ему недодиктатор в Китае. На самом деле, эффективность Атакамс равна 80%, а то и выше, подсчитывают военные эксперты. Это очень хороший показатель, который непременно снизит потенциал оккупантов в отношении армейской авиации и в будущем еще и корабельного флота. Часто ученики превосходят учителей, но не тут-то было. Министр мифических подсчетов Сергей Шойгу также заявил об ужасающих потерях украинской авиации, которые, видимо, подсчитал на древних русских счетах. А то наверняка в правдивых современных калькуляторах жучки ЦРУ. Результаты своих арифметических поток министр выдуманных наступлений РФ Сергей Шойгу представил прямо на фронте. Как будто бы на фронте. Российские СМИ достали, видимо, еще отснятый год назад ленфильмом кадры и возгордились. Сам военно-недоначальник Шойгу прибыл на фронт и посетил пункт управления российской группировки войск «Восток» на южно-донецком направлении. По дороге какие-то карты изучал. Видимо, столетие это к 16-го. Их для пущей серьезности заблюрели. А вдруг там новая доктрина Герасимова прописана или планы отрицательных наступлений флажочками помечены. Шойгу провел совещание с командованием и заслушал доклады по текущей ситуации на фронте. Правда, в самую гущу боев почему-то не полез, а на опубликованном министерством сказок видео даже не видно местности, где ступила бесчестная копыта тувинского дегенерала Шойгу. Шойгу выдал награды за убийство и призвал российских генералов готовиться к активным боевым действиям в Украине в зимний период. В первую очередь найти трусишки с начесом для российских мальчиков. Также философ Шойгу уверяет, воюете вы достойно, я думаю, так будет и дальше. Сегодняшняя жизнь, сегодняшняя обстановка говорит о том, что у врага все меньше и меньше возможностей. А у Шойгу их и вовсе нет, зато проблемы будут. Это мы обеспечим. Впрочем, уже есть. Не урядицы, а мобиков нет. У врага ощутимые проблемы для обеспечения активных действий в этот зимний период, который так воодушевленно анонсирует Шойгу. А именно, нехватка мобилизационного ресурса. Но есть ряд инициатив, которые наверняка спасут ситуацию, но это не точно. Даже если вам немного за 30, шанс есть послужить Родине. В Москве и Московской области РФ полиция начала проверять мигрантов, недавно получивших российский паспорт, но не ставших на военный учет. Сотрудникам правоохранительных органов дали устную разнарядку. Иностранца нашел, доставил в военкомат. Если мигранту, ставшему гражданином РФ, исполнилось 30 лет, у него появится шанс послужить новой Родине. Напомню, мы вам уже рассказывали, что ранее в подмосковных котельниках ОМОН провел рейд возле мечети, где задержал около трех сотен человек для проверки документов, но после этого всех их отправили в военный комиссариат. Но на этом идеи прислужников путинского режима не исчерпываются. В Госдуме разрабатывается очередной пакет мер по этим же мигрантам. Хочешь гражданство, сперва уменьшись за Путина на фронте. На самом деле это отличный способ приобщиться к российской культуре. Так характеризует свою кровожадную инициативу депутат Госдумы, лидер Батькивщины Алексей Журавлев. Принцип прост. Люди, переехавшие на постоянное место жительства в Россию и подавшие документы на получение гражданства, еще до получения паспорта РФ должны будут пройти службу в армии. Российская культура во всей красе. Журавлев недоумевает, почему его идею не воплощают вот уже несколько лет. Ведь все же логично, говорит, не вечно же российским ребятам отдуваться за всех мигрантов. Причем армейскую службу необходимо пройти к кандидату еще до получения российского паспорта, чтобы он сразу понимал, что гражданство это не только определенные права, но и обязанности перед страной. Для Журавлева возраст вовсе не имеет значения. Стал российским гражданином даже в 50, пусть и в 50 служит, и в 150. Не вечно же российским ребятам, говорит, отдуваться за всех мигрантов. Тем, кто не успел приобщиться к российской культуре, но успел приложиться к российскому боярочнику, то же место в рядах бравой второй армии мира найдется. Пригреют, обуют, трусишки дадут, чтобы не было времени шататься. Из вытрезвителя на фронт в России предложили отправлять алкоголиков на войну против Украины. С такой идеей выступил глава Курганской областной думы, член Единой России Дмитрий Фролов. Член говорит, в большинстве случаев плохие привычки от безделья. Если человек занимается своей работой, то у него нет времени тыняться, скитаться, лежать на теплотрассе, добавил он. Настоящие, а не фанерные совещания проводит украинское военное командование. Кто не спрятался, мы не виноваты, ведь в эту игру можно играть вдвоем. Будем не просто защищаться, будем бить. Конечно же, в ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать на удары России по энергетической инфраструктуре. Готовимся к ударам террористов по энергетической инфраструктуре. В этом году не только будем защищаться, но и отвечать. Враг это хорошо знает. Сначала убрали из Крыма флот. Теперь перемещают и свою авиацию дальше наших границ. У россиян, напомню, снова заела пластинка террора. Ночью атаковали дронами территорию неподалеку Хмельницкой атомной электростанции, лишив тысячи людей света. Есть повреждения в зданиях рядом, более тысячи жителей не тешено, где она расположена, и славуты без электричества. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины. Из-за повреждения линий электропередач в двух городах обесточены 1860 потребителей. В то же время электроэнергии, которые производят украинские электростанции, вполне достаточно для обеспечения потребностей. Восстановительные работы начнутся, как только энергетиков допустят. На место повреждения подчеркнули в правительстве. Россия не атакуют Хмельницкую область четвертые сутки подряд. В этот раз силы ПВО сбили все 11 иранских беспилотников, запущенных России. В результате падения обломков 20 людей получили ранения, повреждены два десятка домов. Опасность подобных ударов в том, что они тешен и славуто расположены далеко от линии фронта и территории России, откуда могут запускаться шахеды. Но вероятность отклонения при этом растет, а значит, растет и опасность попадания беспилотниками со взрывчаткой по Хмельницкой атомной электростанции, отмечают специалисты. Зеленскому также на встрече отчитались о поступлении техники, боеприпасах, новых контрактов и географии поставок и о ситуации на фронте. Под Купенском и Авдеевкой трудные вязкие бои, но ВСУ продолжают удерживать позиции, убеждает украинский гарант. Противник не оставляет при этом своих тщетных попыток атаковать город со всех сторон, но взять Авдеевку в кольцо не удается. Общаюсь с нашими ребятами постоянно и не могу сказать, что штурмовых действий россиян стало меньше. Мы слышим, что стрелковые бои не утихают ни днем, ни ночью. Из севера и с юга они лезут и пытаются окружить город. Лезут группами по 10-15 человек. Они хотят сделать котел. У них какие-то маниакальные мысли об этих котлах. Им безразлично, что тысячи россиян погибнут. Им только бы котел сделать. Но наши ребята работают, так что им это не удастся. У них уже заканчиваются люди. Много уставших, много трехсотых. Все больницы Донецка и Макеевки переполнены. Российские маньяки и самоубийцы активизировались по всей линии столкновения. Сейчас они пытаются нащупать слабые места в нашей обороне, отмечает заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ майор Родион Кудряшов. Одна из причин – утрата позиций на Бахмутском направлении и невозможность их вернуть. Там противник вынужден подтягивать новые бригады, чтобы не допустить нашего дальнейшего. Продвижение успеха не имеет. Поэтому и активизируется по всей линии фронта от Луганской до Херсонской областей. Тем временем успешные действия наших военных на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины снова возымели частичный успех западнее вербового Запорожской области. Об этом сообщает бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский. Украинские войска продолжают контрнаступательные действия на западе Запорожской области. Редкая птица долетит до середины Днепра, а вот наши защитники вполне успешно всю реку преодолеют. Украинская ДРГ захватила дорогу между тремя селами на левом берегу Херсонщины. Украинская диверсионно-разветывательная группа высадилась вблизи Подстепнова 20 км к востоку от Херсона и 3 км от Днепра и захватила участок дороги, соединяющий села Пойма, Казачьи лагеря и Крынки в Херсонской области. Об этом пишут аналитики Института изучения войны со ссылкой на сообщения российских военных блогеров. Они также утверждают, что украинские войска перебросили резервы на острова в дельте реки Днепр и пытаются прорваться к селам Пойма и Песчановка. Российские блогеры также говорят, что украинские силы продолжают переправлять небольшие группы личного состава через реку Днепр на лодках в разных точках. Способность сторон вести точный интенсивный артиллерийский огонь. Британская разведка назвала такой решающий фактор в боях на берегах Днепра, которые активизировались за последнюю неделю. Этот район находится под контролем недавно созданной российской 18-й общевойсковой армии РФ после того, как некоторые подразделения, ранее находившиеся в этом районе, были отведены в направлении Орехова на восток. Артиллерийские способности оккупанты сохраняют, но и Украина не дремлет. В течение последней недели усилились боевые действия у берегов в низовьях течения реки Днепр. Украина уделяет высокий приоритет операциям в этом секторе, создавая небольшие укрепленные плацдармы на восточном берегу, которые она контролирует с лета. В то же время, вероятно, что Россия находится в состоянии боевой готовности в связи с возможностью атак через реку с тех пор, как ее силы были выведены с западного берега 12 месяцев назад. Как и в большинстве секторов, почти наверняка, что решающим фактором выступает способность участников боевых действий вести точный интенсивный артиллерийский огонь. Предыдущие признаки указывают, что Россия сохраняет значительные артиллерийские способности в пределах досягаемости реки. Они знают, знают и боятся. Окупанты ввели дополнительные меры безопасности во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает партизанское движение АТЭШ. Именно их и других партизан боятся россияне. Враги усилили защиту железнодорожных составов из-за постоянных диверсий в Жанко и Керчи, Феодосии и Симферополе. Это подтверждает слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что проукраинские настроения в Крыму становятся все открытие, голоса и действия все громче. В то же время российские военные мобилизуют дополнительный личный состав для сопровождения грузовых и пассажирских поездов. Они установили постоянное дежурство оперативников даже в техническом секторе. Окупанты мобилизуют дополнительный личный состав для сопровождения грузов и пассажирских составов. Силы из оперативного управления направлены на усиление мер безопасности и даже в техническом секторе установлено постоянное дежурство оперативников. На станции Симферополь также введен усиленный режим несения службы с особым вниманием к контролю фото и видеозаписей. Ситуация обострилась из-за постоянных диверсий и попыток нарушения безопасности железнодорожных объектов. Окупанты знают о деятельности АТЭЖ и боятся нас, потому пытаются усилить свою защиту. Но это им не поможет. Такие меры усиления безопасности свидетельствуют о серьезной обеспокоенности оккупантов относительно безопасности железнодорожных перевозок и подчеркивают важность обеспечения стабильности и надежности транспорта инфраструктуры в этом регионе. Как говорится, кто панике поддается, тот сам врагу в руки дается. Севастополь тем временем опять трясло от мощных взрывов. И пока оккупационная власть традиционно лгала об обезвреживании украинских беспилотников, местные жители сообщали, от взрывной волны в некоторых районах повылетали окна. Заместитель главы оккупационных властей города Евгений Горлов при этом ситуацию охарактеризовал словами «все нормально». А вдруг поверят? Почти в цель военную, законную, незаконно построенную на нашей земле. Вчера, 24 октября, вблизи оккупированного Севастополя ракета упала в полукилометре от склада вооружения Черноморского флота Российской Федерации. Российское независимое издание «Астра» сообщило о ракетной атаке на военную часть у крымского поселка Сахарная Головка. По данным издания, одна из ракет упала в лесу неподалеку от арсенала военной части 63-876. Сообщается, что на территории части расположены склады вооружения Черноморского флота России. В результате падения ракеты загорелся лес, территория части не пострадала, говорится в публикации, пока не пострадала, говорю я. Это уже вторая за неделю атака на эту воинскую часть, предыдущая была 18 октября. Засланный Кремлем гауляйтер Севастополя Мышко Развожаев применил новый пунктуационный прием. Слова «взрывы» и «ракеты» взял в кавычки, пытаясь нивелировать этим реальность. По словам Развожаева, в районе Каракобы средствами РЭП был посажен беспилотник, сдетонировавший на земле. Никаких разрушений инфраструктуры нет. «Бери, не бери» в кавычки, «ври, не вры», а скрыть потери не получится. Район Каракобы более чем интересная и нужная цель для украинских спецслужб, ведь там сосредоточены в частности и вражеские ракеты, которые российские террористы запускают на головы украинских мирных граждан. Врут, не хотят говорить, что действительно что-то прилетает. Но вот эта Каракоба – это очень интересное место. Там находится полигон по утилизации боеприпасов. И там же находятся четыре, по-моему, память склада и с оружием, и с техникой российских и так далее. Очень удобное место. Ты вроде как говоришь, что утилизация боеприпасов происходит, но если что-то прилетает, оно не так уж и заметно. И там, рядышком совершенно Инкермана уже, а там прям две такие же жирнейшие цели. Это топливные хранилища, в том числе и подземные, для Черноморского флота. И там же ракеты хранят, то есть они туда прибывают, их перегружают и хранят там. Именно оккупация и аннексия открыла эпоху глобальных конфликтов. Именно она доказала, что сила может торжествовать над правом. Об этом напомнил второй парламентский саммит Крымской платформы, который прошел в Чехии. Осторожная реакция Запада на аннексию Крыма, первые серьезные санкции появились ведь только после начала войны на Донбассе, стала классикой безнаказанности, считают журналист и публицист Виталий Портников. Мы оказались в этом цивилизационном тупике во многом из-за осторожной реакции на Крым. Из-за готовности договариваться и находить общий язык с Россией, даже после того, как она демонстративно и самоуверенно растоптала международные права. Из-за какой-то странной и наивной веры в то, что Владимир Путин удовлетворится сакральным Крымом, успокоится и все будет как было. Но разве что с санкциями против соратников российского президента Тагиета не навсегда. Зато теперь все большему количеству стран становится все очевиднее, что без восстановления международного права остановить сползание к глобальному кризису будет все труднее. Только вот вернуться в 2014 год, уверен, уже не удастся. Президент Соединенных Штатов не случайно говорит о необходимости нового мирового порядка. Крым запустил ревизию старого порядка, установленного сразу же после Второй мировой войны, и показал очевидную потребность в новом. Но далеко не всем масштабным мировым игрокам очевидно, что террор ведет в Марианскую впадину деградации мирового порядка. Борются за защиту своих земель. Президент Турции Реджеп Тейпардаган заявил, что не считает Хамас террористами и отменил визит в Израиль. Он отметил, у Турции нет проблем с Израилем, однако страна не одобряет зверства, совершенные Израилем в Газе. Президент Турции также отметил, что отменил запланированный визит в Израиль, поскольку они злоупотребляют его доброй волей. У нас нет проблем с государством Израиль, но мы никогда не одобряли зверства, совершенные Израилем. И его стиль действовать как организация, а не государство. Хамас – это не террористическая организация, а группа освободителей и маджахедов, борющихся за свободу своих земель и граждан. Когда силы, на которые Израиль полагается сегодня, завтра исчезнут, первое место, где израильский народ будет искать доверие и милосердие, будет Турция, как и 500 лет назад. Я призываю все другие страны с умом и совестью оказать давление на правительство Нетаньяху, чтобы вернуть государство Израиль к здравому смыслу. Президент Турции Раджеп Таип Эрдоган планирует и здесь усидеть на двух стульях в формате «вашим» и «нашим» стать посредником в войне между Хамасом и Израилем, считают международные обозреватели. Турция, которая видит себя в роли регионального лидера, пытается сыграть миротворческую роль сразу в двух войнах – на севере Черного моря, войне которую Россия ведет против Украины, и на Ближнем Востоке. Жаль, что Эрдоган еще не понял, что пора выбирать, какими он играет на мировой шахматной доске – белыми или черными, ведь противостояние между демократиями и тираниями уже точно выходит на прозрачный уровень. Эрдоган также предложил организовать международную палестинско-израильскую мирную конференцию. А в отношении ООН турецкий лидер выразил мнение, что ни одна организация, не принимающая эффективные меры по жестоким убийствам детей, не может быть серьезно воспринята. Он выразил глубокое расстройство по поводу имиджа бессилия, которое, по его мнению, приобрело ООН. Странно, почему Эрдоган, позиция которого близка к ООН, критикует организацию. Тем временем освобожденная из плена хамаз-заложница заявила, что побывала в аду и никогда не думала, что дойдет до такого состояния. 85-летняя Йохавет Лившиц рассказала, как ее захватили в плен и как она провела больше двух недель в подземных тоннелях. По словам Лившиц, боевики на мотоциклах похитили ее просто из Кибуца, где она жила, вывезли в поле, забрали у нее часы и украшения, после чего избили палками. Хамаз брал в плен всех, в том числе пожилых, и сильно избивал. Израиль потребовал отставки генсека ООН из-за слов о Хамаз Антонио Гутерриша, который сказал, что Хамаз напал на Израиль не на пустом месте. Постпред Израиля в ООН Гейла Тардан обвинил Гутерриша в кровавой клевете и попытках оправдать терроризм. Генеральный секретарь, проявляющий понимание кампании массовых убийств детей, женщин и стариков, не достоин возглавлять ООН. Я призываю его немедленно уйти в отставку. Нет никакого оправдания и смысла разговаривать с теми, кто проявляет сострадание к самым ужасным злодеяниям, совершенных против граждан Израиля и еврейского народа. Просто нет слов. Нет слов и нет места для сбалансированного подхода, заявил министр иностранных дел Израиля Али Коэн. Хамаз должен быть стерт с лица земли, заявил он. Запад следующий. Это война, которую нам навязали. Нет никаких сторон. Эта война была нам навязана. Это не только война Израиля. Это война свободного мира. Антонио Гутерриш на заседании Собезао, напомню, раскритиковал Израиль за беспощадные, как он говорит, бомбардировки сектора Газа, назвав их явным нарушением норм международного права и коллективным наказанием. Он осудил Хамаз за террористическое нападение на Израиль, в результате которого погибли более 1400 человек, еще около 220 были захвачены в плен, но заявил при этом, что эти преступления были совершены не на пустом месте. Через несколько часов он написал, правда, в своем микроблоге на платформе Икс, что эти беды палестинского народа не могут оправдать ужасающих атак Хамаз. Добавив в это же время, что эти ужасающие атаки не могут быть оправданием для коллективного наказания палестинского народа. Об импотентности ООН в ее реагировании на агрессию по миру уже и говорить лишний раз дополнительно не приходится. Институция фактически аморфна. Была ежегодная речь, которую, конечно, пишет целый аппарат ООН. И да, они являются сторонниками Хамаза, у меня нет в этом сомнений, и противниками Израиля, что, в общем, много раз демонстрировали эти люди. Так как Гутерриш явно во многих ситуациях проявлял себя как пророссийский чиновник, ну, действительно, он назначен в том числе Россией, поэтому это неудивительно. Это же не то, что там, ай, какая сволочь, казалось, на Россию работает. Он не русский шпион, его назначал на Россию как постоянный член Совета Безопасности, в том числе Россия. У него огромное количество людей работают от имени России, получают зарплату из России, поэтому тоже понятно, почему он так все это делает в пользу Российской Федерации. Иногда приходит пора снимать очки и протирать их от пыли политической и денежной, и понимать, что происходит в мире. Друзья, стараемся вам объяснить, что происходит в Украине и в мире. Спасибо, что выбираете. Сегодня говорю вам спасибо и до свидания. С вами была программа «20 минут». Я Ирина Узлова. Приходите к нам еще и делайте свои выводы. С вами был Ирина Узлова.